Громадское объединение «Белая Русь» — саправды значная сила. Зараз у его рода около 175 тысяч человек. От рабочих на предприемствах и наставников у школах, до керамников, буйных заводов, академиков и депутатов национального схода. Гэта не просто люди с членскими билетами организации. Белая Русь не только принимает удел во всех громадсказначных мероприемствах, але и сама часто выступает за инициативами. Разом с тем, у Белой Руси лишь необходимо притягнуть до больше активного удела о выражении вопросов, которые закрепляют интересы разных категорий населения и самих жихаров. Законодательно закреплены определенные моменты, дающие возможность общественным объединениям гражданам участвовать в принятии всех управленческих решений на стадии их обсуждения. Определен порядок обжалования этих решений, но еще недостаточно наработана правоприменительная практика. Поэтому мы здесь и собрались, чтобы подумать, как нам привлечь активных, заинтересованных граждан в том, чтобы определять оптимальные пути развития своего маленького района, населенного пункта. Сегодня Белая Русь рыхтуется до проведения третьего зъезда, який отбудется напраконцы наступного месяца. Гэту форум повинен вызначать новые накерунки деяностей объединения. У Советі Организации кажуть, что принятая 10 годов тому программа не стратила свою актуальность и зараз, але есть необходимость унести певные коррективы. У первой черной они будут тышаться экономичные тематики. А маль 60% членов Белой Руси занятые у экономичной сферы. Гэта великий ресурс, який необходимо использовать больше эффективно. До того, что объединения есть опыт международного супрасовненства с простовниками бизнеса. Гэта яшшэ адзин плюс на карысть поширэння задач организации. И международное сотрудничество, и работа по развитию кадрового ресурса на предприятиях и организациях, работа с молодежью, со студенчеством, которые придут на предприятие. То есть мы берем на себя тоже часть функции подготовки этих кадров, социализацию их, именно кадров, с точки зрения не просто специалистов, как ГТОЭТ ВУЗа, а именно руководителей. То есть социализируем их на предприятиях. От экономического сектора.